Культ поход Трое чудесных людей Прямым рейсом из Москвы И, в общем-то, только что доехавших И мы очень волновались То, что вы не успеете, честно сказать Во-первых, это Мила Кудрякова Психолог и методолог Автор всероссийской программы Наставничество 1 плюс 1 Ресурсного центра Ментори При поддержке рыбаков фонда Здравствуй, Мила Всем привет С нами Дмитрий Собакорыжий Семенов Актер, музыкант, поэт и композитор Здравствуй И Василий Катуранов, директор группы Собакорыжий Доброе утро Очень приятно вас всех видеть сегодня И расскажите, что же вас Такой компанией удивительной привело В Киров Да, компания, правда, удивительная подобралась Да, да Ну, кто начнет, давай Привела нас Мила, на самом деле Отлично Да, да, это была я Я, наверное, вкратце расскажу Почему в Киров И почему сейчас Я запускала Ну, уже два с половиной года Занимаюсь программами наставничества И, собственно, в Кирове Есть некоммерческая организация Которая занимается Наставничеством И они курируют детский дом-интернат Номер один Который находится внутри города Киров И год назад я приезжала Обучать сюда наставников Обучать кураторов Программы наставничества И у нас случилась какая-то Совместная любовь К друг другу И я очень подружилась И с управляющими Коммерческой организацией И с управляющими Собственно, этого детского дома И мне пришла в голову идея О том, что Было бы очень круто Ребятам в детском доме Подросткам Именно показать Профессии Которые Можно получить Уже прямо сейчас И без высшего образования И, собственно, мы приехали Сюда Достаточно Большой командой И ребятам будем Рассказывать Про 4 профессии У нас будет 4-дневный детский лагерь Под Кировом И мы будем Рассказывать Про то, что такое СММ Собственно, Вася Будет рассказывать Мы будем рассказывать Про то, что такое Фотография Как стать фотографом Мы будем рассказывать Про то, что такое Тестировщик И как можно Быстренько Стать тестировщиком уже сейчас начать зарабатывать хоть какие-то денежки и мы будем рассказывать еще ой мне кажется забыла про четвертого что же это было но всяко разно в итоге вот это вот суть такова что вася будет рассказывать про smm а вася не предлагает мне другую историю вас пожалуйста расскажи как ты меня сюда стянул мы довольно давно уже знакомы с димой и занимаемся его музыкальным творчеством совместно решили что это хороший повод приехать в киров если есть такая возможность и детям поиграть и заодно дать пару концертов если и не 4 то 5 это будет пару песен если это можно без образования я вспомнил четвертая что четвертая врываюсь четвертая мы будем еще учить ребят делать на тильды лендинги и простые сайты это очень это знаете это можно не детей учить а просто в кирове людей тоже будет с большим удовольствием но начнем мы с детей все-таки они вас потом и научат да давайте сразу перейдем к музыкальной части вашей музыкальной группы соответственно у вас насколько мы знаем один концерт в субботу или это а нет суббота акустический моноспектакль на террасе пятого этажа с ограничением 16 плюс и воскресенье это концерт в пивной с ограничением соответственно 18 плюс но вход там свободный верно все так все так мы возрастные ограничения говорим для господ из розкомнадзора которые за нами следят всем привет ребята сказали мы справились задачей давайте сейчас послушаем фрагмент что же мы услышим на этих двух концертах а потом поговорим о них подробнее и снова ураган систем в душе затаится и снова ураган систем искрой скуки зародиться в лучи звезд и виться сама лично в плен человеком быть так отлично вот такой вот интересный фрагмент песни все-таки зададим такой логичный вопрос дмитрий или собака я уже не знаю как вас называть правильно то что же за акустический моноспектакль здесь и сейчас ждет в субботу также как вы не знаете как называть меня также я не знаю что сказать про этот акустический моноспектакль потому что суть этого моноспектакля в первую очередь очередь будет заключаться в том что вы как бы основа импровизации вот так вот то есть очень много будет зависеть от того что вообще будет там происходить этот момент в это время в этом пространстве которого я еще не видел и с теми людьми которые придут его увидеть содержание это авторские песни фрагмент который мы послушали а надо было послушать еще чуть-чуть там проигрыш очень мило там дальше веселая музыка начинается а также будут всякие такие интересные интерактивные истории со зрителями основанные там например на каких-то известных песнях или монологах вот то есть будем прям там внутри все это плести эту паутину творческую вертинского высоцкого дима предпочитает и соответственно это же арт пространство оно предназначено для созерцания для прослушивания для некоторых интеллектуальных разговоров и мыслей я надеюсь позитивных есть подозрение что дима умеет читать по глазам и отталкивается примерно от настроения и от желаний аудитории как собака чувствует тонкое намерение хозяина куда ему пойти отлично а можно еще вкратце услышать что же будет за концерт в воскресенье а это просто в пивной вы все я извиняюсь Роспотребнадзор тоже приходите ребята выпьем пивка черт возьми и хорошо проведем время да нет на самом деле главное что вход там свободный да там будет может быть пару песен в общем будут песни в основном будут песни на самом деле тоже надо сказать что исходя уже из пространства и какого-то вообще настроения мы будем смотреть да что будет происходить а в принципе будем да я так понимаю мы в пивной я если честно я даже не знаю что мы будем делать в пивной ну как что делают в пивной пляшут и поют да в основном пляшут и поют то есть мы как бы будем у нас сегодня был разговор разговор про раки как раз да тут мы отметим то что выступление в субботу на террасе у нас есть две проходки как раз и мы их сегодня разыграем чтобы кто-то из наших слушателей смог тоже да кстати мы напоминаем что у нас через несколько минут а может быть не через совсем мало будет розыгрыш призов и телефон нашей студии будет 211 101 так что уже готовьтесь да игрите телефоны игрите их в руках ожидая вопросов потому что две проходки на акустический моноспектакль здесь и сейчас с такими вот замечательными ребятами мне кажется это замечательная идея и сейчас еще заодно перечислим весь остальной список призов потому что их у нас всегда много традиционно билеты на любой фильм и сеанс в кинотеатр смена пригласительная выставочная зала вятского художественного музея сразу на три выставки которые работают до 25 августа это андрей мать из взгляд ограничение 12 плюс путешествие на север клюква ограничение 6 плюс генератор вселенных ограничение 6 плюс и книги от магазина читай город на которых тоже есть ограничения во-первых это ксения букша книга рамка новый эксперимент современной поэтессы журналистки и писательницы вызывающая социально-политическая сатира вот такая вот смелая книга с ограничением 18 плюс Бэт Кэмптон в Абисаби японские секреты истинного счастья в неидеальном мире прекрасно оформлена полезная книга с философскими размышлениями о японской культуре и ограничение 16 плюс и Алана О'Кан проклятие свитера для бойфренда это вязаный история жизни и любви рассказанной романтичной возвышенной фанаткой вязания и ощущение не только новой схемы для шерстяных вещей но и настоящую любовь ограничение 12 плюс да, эти и другие книги можно купить в магазине читай город мимо этого у нас среди призов есть пригласительная в галерею прогресса на новые выставки братьев Дорофеевых 100 звездий красоты нюарт ограничение 18 плюс и вселенная Дорофеевых живопись графика ограничение 16 плюс и сертификат на месяц бесплатных занятий в школе современной музыки практис метод и на этом мы уходим на небольшой перерыв культ поход действительно это культ поход у нас с вами в гостях Мила Кудрякова Дмитрий Собака Рыжий Семенов и Василий Катуранов интересные молодежные ребята и мы продолжаем разговор с ними да, мы разговором продолжаем в свете предстоящих концертов и программы наставничества 1 плюс 1 с которой в общем-то ребята и приехали и мы ей должны сказать спасибо за то, что что-то на выходных будет такое происходить необычное не только на полях детских лагерей но и в нашем городе Вася и Дима вы первый раз в Кирове да и что вы уже успели увидеть? танк танк? площадь старые светофоры но почище чем в Ростове-на-Дону вот хоть что-то почище я увидел реку она называется это Вятка? да а я увидел такие эти утесы то есть Вятка была когда-то шире это были берега утесы? ну да тут есть один высокий берег другой низкий и ее иногда просто размывает когда снег тает и она становится чуть-чуть шире раньше она была судоходной мне кажется а ну вот да я как раз к тому потому что заметно что это не просто такого утеса как будто там реально было вот много-много-много воды и она реки на равнинах размывает и я сделал вывод что вода уходит потому что правда да а Милу поразил антикварный троллейбус да ой да я увидела очень-очень старый троллейбус и он винтаж винтажный да и он меня жутко восхитил и мне хотелось по нему постучать мне кажется он звенит как канстрюля проехаться у нас еще есть кондукторы да тоже винтажный можно постучать или проехаться ну вы тут на несколько дней надеюсь то что полностью исследуете прекрасные возможности нашего города центральную часть да не только центральную но еще и поля постараемся поля поля куда в общем-то поля полевая работа в какой-то поселок поедем там с полей на пятый этаж а что за лагерь как он называется имени Гагарина а имени Гагарина то есть который в зонихе ну в общем недалеко можете туда ездить и обратно возвращаться у нас там насыщенная программа но мы попробуем возвращаться иногда то есть все четыре дня будут лекции и вот мастер-классы ну не совсем у нас будет первый день сегодня скорее знакомство с детьми знакомство с ребятами там будет достаточно ну много получается народу а занятия начнутся они будут в основном в субботу и воскресенье у нас будет четыре мастерские и дети будут перемещаться по ним изучая разные-разные вот эти прекрасные навыки и они будут собирать для себя карту навыков чему они научились за эти выходные и план такой что если им что-то понравится то я хочу потом привести целую программу которая длится не условно четыре часа а длится несколько дней специально чтобы их как раз обучить это скорее презентационная такая история вот а в воскресенье мы планировали сделать небольшой концертик детям и в понедельник мы уже просто с ним попрощаемся и все разъедемся насыщенно довольно да а вот Вася вопрос к тебе ты будешь читать лекции по СММ ну вот все это воркшоп по СММ а еще ты директор группы собака рыжий так а группа заключена в одном человеке сейчас сейчас да а ну то есть бывают разные составы Дима играл с оркестром там было больше десяти человек или нет ну для собаки рыжего вообще не имеет особенного значения с кем играть когда и зачем вот поэтому это может происходить где угодно с кем угодно и прочее для удобства но при этом он не лучше не хуже и не отдельнее других это да но для удобства организации самих выступлений очень проще это делать в малом так сказать числе в малом количестве поэтому программу которую мы сыграем вот всевозможные где мы договорились здесь здесь на этих землях она будет заключаться именно да во мне в одном лице в артисте да который будет использовать всякие через гитару он будет использовать также всякие устройства которые позволяют создавать такую полноценную аранжировку туда же и приправим это все драм-машиной поэтому можно будет и подвигаться и немножко раствориться и расслабиться вот в этом музыкальном ландшафте который получается создавать через все эти волшебные штучки вот то есть это не просто акустика не просто одна гитара и при этом это просто одна гитара ага то есть вот так вот все ничего себе там куча таких коробочек разноцветных на них есть такие переключатели которые помогают создавать волшебные звуки вот часть песни которую мы прослушали например нужно сказать называется человеком быть это одноименная песня недавно вышедшему и пи в пять песен которые можно послушать на всех там цифровых площадках и эта песня исполняется в целом именно прям акустически она никак ничем не добавляется и не приправляется просто такое вот решение как-то осталось именно такое сделать ее свободной такой простой вот а в остальном так же еще иногда я практикую историю живых музыкантов в виде например барабанщика то есть что тоже интересно когда у тебя не немая драм-машина да а человек который вдруг в какой-то момент захотел там бас тыс там и ты ему дал эту возможность и в общем переглянулся подмигнул друг другу даже если это никто не заметил ты получил долю удовольствия такую отлично в этом случае очень много импровизации чего-то очень интересного очень хотелось бы даже на это посмотреть но давайте потихонечку переходить к розыгрышу призов список призов мы перечислили а телефон нашей студии 211-101 если кто вдруг забыл и первый вопрос мы спросим у ребят ну вот как раз в продолжении того что я тут нес выше я хочу спросить как раз человека который возможно имеет отношение приблизительно к тому что делаю я как называется устройство которое позволяет мне накладывать партию за партией и создавать вот полноценную аранжировку вот как называется это устройство одно из некоторых которые у меня есть одно из тех коробочек которые прямо на концерте создают это все происходит в реальном времени я записываю гитарную партию и тут же она воспроизводится в реальном времени я меняю например украшаю гитару искажениями различными например добавляю новую партию пятое десятое в общем это может быть все бесконечно но обычно хватает каких-то паттернов которые подходят к песне концептуальных каких-то вещей вот и я должен сказать вариант ответов да лучше сказать и варианты ответов а это дилей б это ревербератор и ц это лупер хорошо так мы ждем звонка на этот загадочный вопрос про коробочки и ревербераторы в общем ну а пока напомним то что концерт на пятом этаже в воскресенье в субботу вечером семь часов он будет на открытом воздухе чего мы желаем вам хорошей погоды будем надеяться что она не подведет в эту субботу и будут такие же теплые ночи как вот я помню что возрастное ограничение шестнадцать плюс да несколько ночей до этого и вот у нас есть звонок хорошо и так здравствуйте здравствуйте александр очень приятно александр и так ваш вариант ответа а повторите пожалуйста потому что очень мудреные слова 보시 Energy хорошо 张на но мы как по традиции неправильные ответы с первого и Patterson аance эта штука называется? Ну, тогда третий вариант. Какой был третий вариант? Вариант С. Лупер. Это правильный ответ. Отлично. И вы можете... Мы вас поздравляем с этим. Вы можете выбрать любой из нашего списка призов. Как всегда, вариантов очень много, что бы вам хотелось. Только что включился. К оператору, пожалуйста. Хорошо. Сейчас Александру помогут выбрать приз, а мы продолжаем наш разговор. Отлично. А может мы... Да, мы пока продолжим разговор, а потом уже снова вернемся к вопросам. Ты так хочешь, чтобы разыгрались совершенно все призы сегодня, чтобы был аншлаг и солд-аут. А можете вы нам тоже немножко рассказать об этих чудесных местах, где мы будем выступать? Да, мы можем рассказать и что-то и напомнить заодно слушателям, что культурный центр «Пятый этаж» — это наше отделение ГЦСИ, Центра современного искусства и это приятная площадка, платформа, где люди узнают много нового о современности и о недалеком прошлом из мира искусства. Там часто проходят лекции, мастер-классы, артистоки и всякие воркшопы. Вот. И концерты там тоже бывают, но не так часто. Для них, на самом деле, это приятное дополнение к программе, что делают выходные насыщенными. Вот. А пивная на Блюхера — это, в общем-то, значимое место для Кирова, потому что именно там… Туда идёт пиво прямо из пивзавода, что приятно, в общем-то, для всех посетителей. А когда концерт пивной? Воскресенье. Воскресенье. В воскресенье в восемь вечера концерт пивной, так что… Хорошо. Лучше приходите сразу, ну, как бы в восемь, чтобы потом было ещё время, а не то, что прийти в семь будет опасно. Я вот так скажу. Буквально. Видимо, опасное место пивная на Блюхера. Так, мы успеем задать ещё один вопрос перед перерывом или нет, как ты думаешь? Ну, можно задать, а потом слушать уже звонки после рекламы. Хорошо. Тогда, раз уж мы сегодня такой замечательной компанией о таких странных вещах так говорим, и так всё творчески, и так всё интересно. Вопрос вообще не в тему. Сегодня у нас эфир 23 августа. Город Киров. Ну, на самом деле, 23 августа считается днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, но есть и другие, как мне кажется, исконно русские праздники. Так вот, какой же сегодня, 23 августа, праздник? Вариантов ответа три. День валяния в стоге сена, День полёта божьих коровок и День лазанья по деревьям. Я слышу звонок, на самом деле, отсюда. Кто-то знает, наверняка и празднует. Нет? Нет, не звонок. Ну, хорошо. Фантомный звонок. Но хотелось. Так, я думаю, что вы можете тоже подумать, как отпраздновать сегодняшний вечер. Я уже для себя решил, мне кажется. После долгой поездки. А, всё, есть звонок, звонок. Отлично. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Светлана, я отвечаю наугад. Вот я слышала, вы говорили, лазанье по дереву. Вот это выбираю. Нет, это, к сожалению, неправильный ответ, но у вас есть ещё вторая попытка. Второй-то вариант я и не слышала. Второй-то. Там ещё есть варианты ответа, как день валяния в стоге сена и день полёта божьих коровок. Полёта божьих коровок. Абсолютно верно. Сегодня день полёта божьих коровок, 23 августа. Вот такой вот праздник. И вы можете выбрать приз. А к редактору можно ли? Да, конечно. Вот мы теперь узнали, что сегодня за чудесный день. Божья коровка. Как бы вы провели день божьих коровок? Полёта божьих коровок. Прилетели в Киров по трассе. Да, самое время полетать. Я бы... Ну, я бы нашёл какое-нибудь стадо и погонял бы его. Стадо коровок? Да. Божьих? У нас чудесное молоко в области. У вас будет возможность увидеть стада. Ну, в ограниченном количестве. А стада божьих коровок? Где? Ну, это уже как смотреть на стада. В полях, я полагаю. Да, а чем стада небожьи? Все мы божьи коровки. Если мы немного в Индии, то все коровки немножко божьи. Ну, как это работает? Ладно, на этой весёлой ноте уходим. На небольшой пирожипс, а с вами скоро вернёмся. Культпоход. В эфире программа Культпоход. Сегодня у нас очень интересный гость. Это Мила Кудрякова и директор группы, и, соответственно, исполнитель группы Собака Рыжий. И сегодня мы обсуждаем их прекрасные... Ты забыла Васю. Василий, который она в директор группы. Да, всё правильно. Да, и которая у нас, собственно, почему Культпоход, потому что в субботу они проводят акустический моноспектакль здесь и сейчас на террасе культурного центра 5 этажа. В воскресенье у них концерт в пивной на Блюхера с ограничениями, которые мы назвали уже по 5-10 раз. Это музыкальный моноспектакль, импровизация. Вот так дополняет Василий. И ждите вопросов, чтобы выиграть проходки на это чудесное мероприятие, которое будет проводиться на свежем воздухе в огоньках гирлянд и лампочек. Вот. И тут, я думаю, вопрос, который мучает всех наших слушателей сейчас. Почему Собака Рыжий? Да, я был готов к этому вопросу. И поэтому... У тебя есть красивая история, да? Есть красивая история, но я иногда ее начинаю забывать все больше и больше. Вот. В том плане, что... Банально, я когда-то со школьной, из Камьи, да, занимался музыкой, и у меня была группа, которая называлась «Моя собака». Называлась она так, потому что я олицетворял некое вот это вот... Откуда приходят песни и стихи. Для меня оказалось, что это как спустить собаку с поводка, которая носит где-то в поле, получает огромное удовольствие и приходит вот домой, возвращается, и у нее, значит, вот в ее морде, вот в этой вот кожаном носе, значит, полно всяких ароматов, луговых стихов и песен. Вот. И, собственно, с того времени это немножко как бы ассоциировалось со мной. А в дальнейшем собака-рыжий как персонаж закрепился. Ну, рыжий понятно, как все говорят. Ну, рыжий-то понятно, а почему собака? Вот. В дальнейшем это так и зацепилось. И как раз вот это... Такой жанр, о котором Вася еще расскажет чуть подробнее, со стороны, потому что мне, находясь внутри, иногда правда сложно об этом говорить, жанр импровизации, который я пользуюсь, да, внутри процесса, заключается реально в том, что я как бы сонастраиваю энергетически какие-то, ну, то, что происходит, и реагирую порой так. То есть это иногда так вот как концерт в пивной, скорее всего, это будут просто песни, а вот именно спектакль будет заключаться в том, что мы будем немножко работать с настроениями, с ощущениями, да, и я это буду, то есть как бы олицетворять. То есть это могут быть какие-то всплески, может быть какие-то заявления, может быть какие-то монологи и прочее. Ну, мы потихонечку вернемся к розыгрышу призов, потому что все равно вопросы у ребят довольно сложные, а мы успеем за это время еще говорить, поэтому давайте послушаем еще один вопрос от ребят. Давайте. Чтобы кто-то из наших слушателей смог посмотреть на... Наконец-то получить концерт на... Ой, короче, проходку, да. Значит, вопрос будет от меня. В России существует удивительная пара режиссеров. Они муж и жена уже множество лет работают в одном театре. Она худрук, он режиссер. Свадьбу сыграли еще во время учебы на курсе от Устаногова. Назовите, пожалуйста, театр, где они работают. Ого, вот такой с заворотом, вот такой вопрос. Телефон нашей студии 211-101, да, типовые часики. Можете гуглить, можете вспоминать. И у нас не будет вариантов ответа даже? Есть вариант. Давайте есть вариант ответа. Но да, без вариантов не вариант вас, я думаю. Перечислим все театры России. Москва. Это МХАТ, это МТЮС или это театр Станиславского? Так, МХАТ, МТЮС и театр Станиславского, друзья. Мы ждем ваших звонков и цыкаем. Да, звонок есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Здравствуйте, Елена. И какой ваш ответ? Второй вариант. Это какой? ТЮС. ТЮС. И, Василий? Да, совершенно верно. Приятно слышать. Да, с первого раза правильный вариант ответа. А вы знали или вы угадывали? Скажите, пожалуйста. Угадывали. Ничего себе, у вас хорошая интуиция. Хорошо. Поздравляем вас в этот день полета божьих коровок. И какой приз вы хотите? Сертификат. Сертификат. На месяц бесплатных занятий в школе современной музыки Practice Method. Да. Отлично. Отлично. И тогда вам подробнее наш редактор расскажет, как его получить. И мы продолжаем наш культ поход. Наш культ поход. А у меня есть такой интересный вопрос появился к Василию. Как вы можете охарактеризовать, объяснить, почему же творчество Дмитрия такое особенное, такое специфичное? И какие в нем есть вообще основные какие-то самые удивительные, самые странные части? Во-первых, я хочу сказать, что Дима, общаясь со зрителями во время своих выступлений, а он делает это достаточно много, он общается не в угоду современной тенденции, того, что все пытаются контактировать с залом, а это является его неотъемлемой частью. Как-то само собой происходит, и без этого совершенно невозможно. А когда я первый раз услышал его, у меня родилась такая ассоциация. Он, знаете, по манере поведения на сцене напоминает Сергея Шнурова, но при этом все его творчество о любви, добре, справедливости, о счастье и радости. О справедливости мы опустим, но о добре, любви, мире и какой-то другой возможной реальности, которую мы могли бы прожить вместе с вами все вместе. Об этом мы разговариваем на концертах, на спектаклях, я бы даже сказал, больше мы разговариваем. Именно этим он меня и зацепил. Тема-то, как вы понимаете, скучная, никому не интересны, птички и божьи коровки, если за них не дают призы. Но когда это происходит с такой мощной энергией, она выплескивается на сцену, и ты действительно понимаешь, что любая тема может быть интересной, если ее правильно рассказать. Дима очень экстравагантный и яркий артист, на самом деле. Я раскрою маленький секрет, я работаю в самом театре МТЮС, о котором мы говорили, вышел уже не первый год, почти десятилетие. И как-то он поразил меня своей искренностью... Театральностью, то есть как человек из театрального мира, достойные комплименты. Отлично, вот так мы обсудили творчество Дмитрия очень косвенно, очень вкратце, и я задам такой вопрос слушателям. Телефон студии, напоминаю, 211-101. Сегодня, когда я готовилась к эфиру, послушала всего одну песню. Она называлась «Сколько развлечений в жизни». Там довольно в духе Дмитрия, наверное, представлены развлечения его жизни. И вопрос к слушателю довольно простой. Вам нужно рассказать самое ваше любимое развлечение в жизни. Вопрос простой, призов много, так что звоните. Удивительный вопрос, Аня, я должна сказать. Поразительное сочетание. Кстати, вот про песню. Вообще отличная песня. Мне она тоже очень сильно нравится. Я могу вам сказать, что эта песня из себя представляет. Ведь стихи, в особенности, если они стихи, ну для меня... Так, подождите, у нас есть звонок, соответственно. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. И какое же ваше главное, самое любимое развлечение в жизни? Наверное, почитать. После работы. Отлично. Когда ты сделаешь все дела, почитать книжечку. Что же вы читаете, простите? Разное. В последнее время я на фантастику подсела. Фантастика. Да, наверное. Фантастика. Соответственно, у нас очень много призов, в том числе есть и книжечки. Две из них, одна, по-моему, фантастическая. И что же вы хотели бы? Давайте книжечку. Это либо Бэт Кэмптон в Аби-Саби, либо Алана Окон, проклятие свитера для бойфренда. Давайте первую. Хорошо. Спасибо вам большое. Не отключайтесь, вам расскажут, как получить. Так вот, песня «Сколько развлечений в жизни», она изумительна тем, что это настоящая история из жизни. То есть она появилась именно потому, что появился импульс. Поскольку у меня нечасто в жизни происходят такие события, когда ты едешь, например, в поезде и в тамбуре закуриваешь сигарету. Тогда я еще курил, и можно было курить в тамбуре. Встречаешь человека, который просит у тебя сигарету, у тебя его нет. Ты подобрать свои душевно идешь в купе, берешь пачку сигарет, приносишь ему отдельно сигарету, он метится по этому тамбуру вместе с тобой. И вдруг спрашивает, а ты не знаешь, в чем смысл жизни? И здесь у нас завязывается беседа. И первый куплет – это именно то, что беспокоило его. Человек, который уже на протяжении долгого времени мучается между любовью к двум женщинам и не может признаться одной другой. А второй куплет – это, собственно, наш с ним ответ и рассуждение на эту тему. Вот так, собственно, родилась эта песня «Сколько развлечений в жизни», припев которой закончилась фразой «Сколько развлечений в правде». Потому что именно правда его развлекала в этот момент, а не женщины, и не то, что у одной семья или дети, или он должен что-то одной сказать что-то, а его само вот это вот состояние, вот это вот хождение по пропасти, по кинжалу, причем придуманное им самим. Удивительно, правда? Да, вот под такую песню проходил сегодня мой завтрак в 9 утра. Она действительно очень держит душу в напряжении, потому что все могут представить эту ситуацию и атмосфера вот этого вагона и курящего тамбура, который от нас уже далеко. Как часто вас спрашивают, в чем смысл жизни, вот на полном серьезе? Слушай, я психолог, меня на самом деле довольно часто спрашивают об этом практически каждый день. А если вкратце, в чем смысл жизни? Да, тогда мы тоже спросим. Я скажу ужасные вещи, ни в чем. Жизнь довольно бессмысленна, и каждый находит смысл себе сам. Я тебя умоляю. Любовь, творчество, микровизация. Вот это все будет включено завтра в субботний мой спектакль. Даже психолог не может ответить на этот вопрос. То ли дело артист. То ли дело артист, правда. Актеры, музыканты. Есть прекрасная концепция на эту тему, которая называется космический нигилизм. Если мы верим в то, что все бессмысленно, то я могу выбрать себе любой смысл, и тогда моя жизнь будет цельной. И будет цельной в том смысле, что она будет иметь цель. Ну давай без спойлеров, ладно? Мне прекрасно подходить. Отлично. На такой вот философской ноте можно потихонечку завершать наш мир, потому что время, к сожалению, истекает. У нас в гостях были Мила Кудрякова, Дмитрий Семенов и Василий Катуранов. Да, вы можете еще раз пригласить ребят, напомнить, когда у вас концерты и где, если вы, конечно, помните. Вася, давай. Мы, конечно, помним. В субботу у нас концерт в 7 часов вечера в галерее 5 этаж. В воскресенье у нас концерт в 8 часов вечера в пивной на Блюхера, что в ВКонтакте называется тот самый бар. Именно так. Ограничения у них 16 плюс, 18 плюс. А с вами в студии были Соня Демина и Аня Плюснина. Свободу палит заключенным. Так, немного прорывается московская повестка в нашу эфир. Отлично. Ну и думаю, на этой позитивной ноте можно прощаться, приглашать всех на замечательные мероприятия. За свободу, за любовь и счастье. И за творчество, конечно. Увидимся в выходные. Да. Класс, спасибо. Расслабляйтесь, умеете радоваться. Пока-пока. Пока-пока.